Месовая категория свыше 93 килограммов. Восьмибольник приглашается Юсуп Сулейбанов. Соперник Юсупа Сулейбанова Авдеев Иван. Клуб Рот. И мы с вами давайте приготовимся к самому, к просмотру самого последнего поединка. Это Юсуп Сулейбанов против Ивана Авдеева. Юсуп Сулейбанов в клубе Базарганова, Иван Авдеев в клуб Рот. Я думаю, что здесь будет поединок достаточно зрелищный, мне кажется. Скорее, потому что Юсуп Сулейбанов победил Андрея Мильника в полуфинале представителя клуба Рот. И сейчас своеобразный реванш. То есть Ивану Авдееву надо, скажем так, отстоять в честь клуба. И его соперник, представитель клуб Рот Москва. Личный вес 100 килограммов. 1985 года рождения. Призер открытого переса в Московской области по ММИ. Иван Авдеев против Юсупа Сулейбанова. Финальный рал 93. Плюс. И начинается заключительный поединок нашей программы. Именно бойцов я уже вам сказал. Сказал, какие бойцы представляют клубы. И скажу про регионы. Иван Авдеев из Москвы. А Юсуп Сулейбанов из республики Дагестан. Ну, мы помним, что Авдеев постоянно бьет джебой. И мне кажется, что какая-то у него базовая боксерская подготовка, скорее всего. Ну, оба спортсмена, хотелось бы сказать, в своей предыдущей поединке, в общем, больше провели в ударном варианте. Что касается Сулейманова Юсупа, то он является серебряным призером чемпионата России 2013 года в версии Федерации БО «Самбо России». Авдеева же Ивана. На этих соревнованиях я, к сожалению, вижу первый раз. Ну, вот, участвую первый раз в открытом Кубке Москвы. Однако этот спортсмен дошел до финала и сейчас сражается за обладание Кубком Москвы по панкратированному «Москлопен» 2014 года. Запомнились мне поединки этих спортсменов полуфинальные. Авдеев запомнился хорошим джебом передней рукой. Вы посмотрите, что делает Юсуп Сулейманов. Это был хайкик и не ожидал, честно говоря, и этот удар увидеть в его исполнении. Совсем не ожидал. В принципе, пока кроме хайкика, наверное, не было каких-то попыток хорошо ударить. И я, честно говоря, не припомню попаданий. И от Авдеева их не видел, и от Сулейманова пока. У Сулейманов намного ниже. Мне кажется, что здесь разница в росте сантиметров 15-20. Вы посмотрите, попадает сейчас Юсуп Сулейманов. Но стоит Авдееву опасаться этих свингов. Потому что первый поединок с Андреем Мельником как раз Сулейманов выиграл за счет этих ударов. Абсолютно весовая категория. Вес оба спортсменов за 100 килограмм. Конечно, здесь цена любой ошибки. Это сразу нокаут. Оба спортсмена мощные. Могут ударить. И одним ударом поставить победную точку в этом поединке. Абсолютно весовая категория. Вот только что невысокий, ну вернее чуть ранее, невысокий Сулейманов бил хайкик, а сейчас высокий Андреев Авдеев, прошу прощения, прошел в ноги. Ну если вообще сейчас рассматривать мир смешанных единоборств на территории Российской Федерации, конечно, существует определенный дефицит тяжей и абсолютчиков. То есть очень мало спортсменов в абсолютной весовой категории, которые могут в уровне провести поединки. А те, которые есть, в основном уже подписаны в различные зарубежные промоуты, такие как Беллатор и UFC. Ну да, наверное, можно, конечно, отметить вот из таких сейчас флагманов отечественного ММА. Ну Алексей Олейник, безусловно, единственный российский, ну можно уже сказать, российский боец, подписанный в организацию UFC. А если мы говорим про организацию Беллатора, то здесь уже два человека. Это Виталий Минаков и Александр Волков. Да и, кстати, между ними произошел бой, как мы помним, да, за звание чемпиона. Вообще, как вы относитесь к боям между российскими спортсменами в зарубежных промоушенах? Ну, как, честно говоря, наверное, любой россиянин и поперет свои страны, ну не очень, это, конечно, здорово. Мир смешанных единоборств, тем более за границей, очень сильно развит. И много очень хороших спортсменов высокого уровня. Лучше, конечно, дерутся в UFC, там лучше, наверное, сейчас тяжеловесы. Конечно, россияне должны между собой разбираться на территории Российской Федерации, а выезжая за границу, они должны разбираться и вести поединки с другими представителями других стран. Ну, здесь уже есть одно но, то есть два человека дошли до боя за титул, то есть не должен же правильно было Виталий Минаков отказаться от такого шанса и сказать, что он драться не будет, потому что драться с россиянином ему бы не хотелось и еще пойти в одно гран-при. То есть поэтому мне, я за то, чтобы, в принципе, россияне бились между собой, но уже либо там за звание чемпиона, либо за звание претендента, то есть чтобы это не было на предварительных этапах. Но если уж оба сильнейшие в своей весовой категории, то здесь я считаю, что биться надо. И такое лже-товарищество, ну, вернее, товарищество, оно, в принципе, ударит скорее по спортсменам, потому что на Западе, я думаю, церемониться с такими бойцами, которые отказываются биться, ну, не будут. — Соглашусь, соглашусь с вами. Если два российских спортсмена встретились в поединке за пояс, я считаю, ну, наверное, во второй организации «Мире Белатове», в общем, это говорит, что, во всяком случае, в России у нас с тяжами фрукту не сглазить. Слава богу, все хорошо. — Ну, хотелось бы, конечно, чтобы тяжей было побольше, потому что много хороших тяжеловесов не бывает. Вот. И было бы поприятнее, если бились бы, наверное, за титул UFC. Организация, хотя и «Белатер», конечно, организация очень хорошая, интересная. Мне хочется, чтобы и у Виталия Минакова, и у Александра Волкова все получилось. Но также хочется, чтобы рано или поздно они казались бы уже в организации UFC, потому что лучше именно там. Однако у нас страсти в сетке накаляются. Активизировался представитель клуба имени Базарганова, Сулейманов Юсуп. Провел такую достаточно жесткую молниеносную атаку ударами руками. И вот после этого взрыва опять бой перешел в такое вяло текущее движение. Ну, опять напоминаем то, что это финал Кубка Москвы по Панкардиону, Moscow Open 2014 года. И цена ошибки здесь главный титул этого турнира. Тем более он вдвойне престижен, потому что этот титул в абсолютной весовой категории, то есть в категории 93+. Кстати, боец клуба «Рот» может завоевать для своего клуба победу. Потому что если бойцы из клуба имени Базарганова здесь были в качестве чемпиона, то спортсменов из клуба «Рот» их не было просто-напросто в качестве. Даже, по-моему, в финальных поединках не выступали до сего момента. Ну, спортивный клуб «Рот», насколько я помню, заявил достаточно большую команду. Вот один из представителей как бы дошел до финала и сейчас бьется за обладание Кубка Москвы. Вообще, по регламенту соревнований в каждой весовой категории в борьбе за именно командные призовые места по положению мог выступать только один представитель того или иного клуба. Все остальные представители в той же весовой категории от этого клуба, они шли как бы в личный зачет. Кто-то привез одного представителя, кто-то несколько. Но все равно за личный зачет и за обладание командным первым, вторым, третьим местом бились от каждого клуба по одному спортсмену. То есть изначально, да, поговорилось, кто это? Спортсмены клуба привезли своих спортсменов и во время жеребьевки мы собрали представителей команд и у кого в весе было больше одного человека, мы уже сразу определили, кто будет выступать за команду, кто будет выступать в личном зачете. Для того, чтобы не было никаких ненужных противоречий, недопониманий, когда дойдет дело до командных мест. Ну и сразу, конечно, вспоминается финал категории до 93 килограммов в таком уж случае, когда вышло два бойца из одного клуба и, в принципе, поединка не получилась. Я так понимаю, что, наверное, Джабраэл Муталибов выступал за команду, а Магомед Магомедов, наверное, выступал за клуб. Здесь я объясню, почему произошла такая небольшая погрешность. Изначально Муталибов Джабраэл должен принимать участие в поединке рейтинговом по профессиональному панкартиону. То есть он приезжал на рейтинговый поединок. Но так как по техническим причинам его оппонент не смог принять участие в этом поединке, то его заявили в общую сетку. Девушка поднял. Головок. Как сильно бьет ногами-то Сулейманов. Я бы хотел как раз технику ударов ногами Сулейманова отметить. Несмотря на, скажем так, или есть, наверное, лишний вес у него, ногами бьет Сулейманов очень хорошо и быстро. Да, вкладываются спортсмены в удары ногами, но вот видим, что не очень как бы у него с борьбой. Хотя в данный момент достаточно удовольный. Неплохо защитился от прохода в ноги и сам отреагировал хорошей атакой руками. Ну вот опять пропускает проход, и сверху находится Абдеев Иван после этих выборов. Я думаю, что, кстати, в данном поединке могут и дополнительные две минуты. Она, значит, наверное, в первом раунде победил Абдеев, а вот кто был лучше во втором раунде. Здесь уж сложно определить, но я не скажу, кто был сильнее во втором раунде. В каких-то моментах был Сулейманов поинтереснее, в каких-то Абдеев. Сложно здесь будет что-либо мне сказать. Ну, наверное, все-таки Сулейманов был поинтереснее в борьбе. Почаще он взрывался, проводил взрывные атаки. А в плане борьбы все равно больше попыток было со стороны Ивана Абдеева. Ну, посмотрим, что скажут судьи. Да, и не исключаю здесь возможности третьего экстра раунда в пяти минутах. Ивана Абдеева. Ивана Абдеева. Ивана Абдеева. Ну, по-моему, совещаются, да, судьи, потому что долго очень выносятся решения. Я лично за экстра-раунд, чтобы не было вопросов никаких по этому бою. Ну, знаете, к сожалению, бывают часто такие ситуации, когда, да, дают рефери, судьи, возможность спортсменам поработать, но этот третий раунд на фоне усталости обоих еще более усложняет конечный итог поединка. Ну, судьи на данном турнире все высокого класса, многие из них не только являются аккредитованными судьями Федерации Панкратиона города Москвы, но также являются судьями Союза ММА, причем судят соревнования Союза ММА на самом высоком уровне, вплоть до международных турниров. Поэтому, я думаю, решение по-любому будет вынесено, оно будет адекватное и полностью соответствует той ситуации, которая сейчас сложилась на данных соревнованиях. Ну, я думаю, что сейчас могут просто споры быть лишние. Если сейчас дадут кому-то победу, то будут споры, скорее всего. Потому что Авдеев видно, что не согласен с тем, что он проиграл этот бой. Ну, Юсуп Сулейманов и его команда тоже, я считаю, что вряд ли согласятся с поражением. Ну, мое мнение, что на данный момент то, что я видел, что Иван был получше в плане борьбы, а все-таки Юсуп Сулейманов более интереснее выглядел именно в аспекте ударной техники. Хотя это странно, учитывая какого роста Иван, ну, вообще какого телосложения два спортсмена. Наверное, ну, предполагалось бы, чтобы оба, ну, как раз именно Иван был получше в ударной технике, а Юсуп как сразу в борьбе. Если опять же смотреть на антропрометрию двух спортсменов. Итак, экстра-раунд, как мы, в принципе, и предполагали. Ну, опять же, в экстра-раунд, как Дмитрий правильно вы сказали, я думаю, что здесь может стать вообще вопросов еще больше, два уставших спортсмена. И, скорее всего, ну, можем мы не увидеть просто активных действий. Вы знаете, перед началом любых соревнований или началом поединков я всегда предупреждаю спортсменов и судей, что если ни один из спортсменов не одержит победу досрочно, не покажет, что он лучше, будет всегда судейское решение. И, как минимум, одного из спортсменов оно не устроит. Поэтому я всегда призываю спортсменов к тому, чтобы они сами решали вопрос, кто сильнее в том или ином поединке и без вмешательства судей. Для этого есть у них время, для этого есть у них весь практически разрешенный арсенал ударной борцовской техники для того, чтобы показать всем, что на данный момент в этом месте, в эту минуту ты лучший. Дальше. 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 Достаточно осторожно начинается экстра-раунд. Здесь, конечно, настолько велика, наверное, цена ошибки, потому что любой проход, в принципе, это уже практически гарантия победы. Вот сейчас кто же проведет бросок, тот, скорее всего, и выиграет. Авдеев, либо Сулейманов. Ну, кто-то должен бросить, потому что, ну, сейчас-то, ну, наверное, пока некому давать баллы и не за что. Ну, хотя, вот каких сейчас баллов Сулейманов все же, ну, вот сейчас Сулейманов с него попадает. Ну, правильно. Авдееву нужно искать все-таки больше счастья в борьбе. То, что он пытается сделать, это правильная тактика. Другой вопрос, сколько у него осталось сил и сможет ли он перевести. Я бы посоветовал, конечно, Авдееву все-таки начинать более с внятной ударной техники и после нее... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!